ну а душа кимурка а Привет, друзья! Меня зовут Надя. Сегодня я создала видео по многочисленным просьбам, а также, кому интересно, о моём сокровище, о моём сыночке. Очень много поступало сообщений, вопросов по поводу лечения, что помогало нам с Тимом в его развитии, почему мы приехали в Америку. Как проходит лечение его здесь, и вообще о том, как быть мамой ребёнка с ограниченными возможностями. Итак, я начну по порядку. Тимурке сейчас 4 года. Моя беременность проходила в Америке, и роды тоже, в штате Массачусетс. Проблемы произошли на пятом месяце беременности, обнаружили маловодие, и ни один врач нам не сказал, что он выживет и родится до Ношена, но это произошло, потому что у Бога всё-таки свои планы на него и на нашу семью. Вот, родился чудесный мальчик, такой розовенький, 3 300. Постараюсь ставить видео. Это наш сын. Это Надя. Всё классно. О, are you done with him, whatever you need to do? Почему не ты мой? Почему не ты мой? Вот это наш сынуля. Как-то ты... Почему не ты? Для нас это был самый счастливый, в то же время самый тяжёлый день, который мы никогда не забудем, как раз такой подарочек Новому году. Затем проходили у него обследования, его лечили от НЦМВ-инфекции, из-за которой он и пострадал, и произошло кислородное голодание мозга. Некоторые участки мозга не сформировались или были разрушены. Поэтому, когда он родился, ему сделали ещё и МРТ мозга. И нам сказали, что будьте готовы к тому, что до года он не доживёт. То есть, диагнозов у него очень много. И, конечно, я не хотела об этом всё слышать. Я вообще не понимала это, что это с моим ребёнком, потому что вот он лежит, он на меня реагирует. Я для него весь мир, и Мурат для него особенный человечек. Поэтому после выписки, его выписали в полтора месяца, мы начали активно искать методы реабилитации его. Так, первые 6 недель он лежал под капельницей, нам ничего нельзя было делать. Я единственное, только приходила, и целый день оставалось там, чтобы его покормить. Мы были там с 8 утра до 12 ночи, и на ночь оставляла молоко, чтобы его могли покормить ночью, один раз в 4 утра. Поэтому ничего сразу после рождения мы не делали. А я это очень рекомендую. Если у вас есть возможность заняться ребёнком сразу же после рождения, там буквально, да, выписывают через 2-3-5 дней, в зависимости, как проходили роды, вот, сразу же ищите человека, который будет заниматься ребёнком. Потому что первые месяцы, они самые важные, самые важные в развитии. Вот, и мы, к сожалению, эти месяцы, можно сказать, упустили. Дома я пыталась его выкладывать на животик, он у меня плакал. К нам приходил представитель организации Early Intervention, но они просто говорили там, как он кушает, как он спит, выкладывайте на животик. То есть ничего особенного не было. Массажистов было найти очень сложно, потому что это считается нетрадиционной медициной. И может даже если кто-то и делает такие вот профессиональные массажи для новорожденных, молчит об этом, потому что боится вдруг у него потом соседи доложат, что он выполнял такую работу за деньги. Поэтому к 50 месяцам Тимур не держал голову. Он был зажат к правой стороне, так как у него правосторонний спастический тетропорез. В левую сторону вообще не поворачивал голову. Было сложно. Я как вообще человек, который никогда не видел новорожденных, для меня это было вообще всё новое. Я пыталась смотреть на Ютубе массажить для деток, но это не то же самое. Понимаете, я не знала, с какой силой можно добиться, с какой силой, поскольку по времени конкретно ему подойдёт. То есть потому что он же плачет, я думаю, всё, я ему что-то делаю больно. То есть что-то делаю не так. Поэтому в 5 месяцев мама порекомендовала сделать ему второе гражданство украинское и приехать вернуться в Украину и начать реабилитацию там. Мы так и сделали. Приехали мы где-то к его 6 месяцам. Начали снова все обследования, МРТ, анализы. В общем, нам тоже там сказали, что до года он не доживёт. Вы ещё молодые, оставляйте ребёнка, рожайте нового. То есть я это, честно говоря, слушала и просто мимо ушей. Это, понятно, это стандартный у них набор, который они рассказывают. Вы, главное, видите вашего ребёнка и понимаете, что всё, что вы сейчас делаете для него, будет в дальнейшем, вам будет комфортней с ним жить, приятней с ним жить и радостней. Я хочу отдельно поблагодарить мою семью, моих друзей, которые поддерживали, помогали. Это, наверное, это одно из самого важного, потому что какой бы ты ни была сильной, какой бы ни был у тебя сильный супруг, но общество, оно всё равно влияет. То есть я благодарна друзьям, родственникам, что они относились к нему как к обычному ребёнку. Они общались с ним, интересовались с ним. Да, они видели, что у него проблемы со здоровьем, но никто его не называл инвалидом или ещё что-то. То есть для меня это было очень важно. Я вам хочу сказать спасибо. Вот, что нам помогало? Я хочу сказать, что первое, что нам помогало, это бассейн. Был специализированный бассейн, где в Запорожье, в областной детской поликлинике, где тренер рассказывал, какие упражнения делать. Также они там здоровенькие деток, обучали плаванию с самого рождения. Мы тогда тоже начали ходить, Тимурке очень нравилось. Мы съездили всего пару курсов, потому что пришла осень. Ездить нам нужно было через весь город с двумя пересадками. Поэтому у Тимки то сопли появлялись, то он капризничал в маршрутке. То есть немножко отошли мы от бассейна. И одновременно мы нашли очень замечательную девушку, которая специализируется на войд-массаже. Войд-массаж – это второй совет, который я советую сделать. Он больше всего работает у деток до двух лет, в принципе, и очень многие процедуры. Поэтому чем раньше вы начнете, тем лучше. Благодаря войд-массажу у Тимурки появилась опора на руки, потом затем на локти. Он начал поворачиваться через левое плечо на живот, через правое плечо на живот, с живота на спину переворачиваться. То есть стал в нелюбимую сторону поворачивать голову. Все это где-то заняло от года до полутора. То есть это не все сразу. То есть у него, например, появлялась опора, прошел массаж, прошло две недели, он чуть-чуть подзабыл, снова массаж, снова его этого обучают, напоминают, пробивают эти точки, и он уже это делает лучше. И уже после массажа он его не забывает. То есть это нужно делать постоянно. Нельзя вот так вот за один курс, и у вас ребенок уже пополз. Совет номер три. Не забывайте про обычные массажи, общие укрепляющие и гимнастики. Помимо вот войд массажа, который проходит всего 10-15 минут, это болевой массаж ребенок, будьте готовы к тому, что он будет плакать, потому что это пробивается по болевым точкам. Нужен еще обычный массаж для общие укрепляющие мышцы, так как детки или не двигаются, или неправильно двигаются, или недостаточно двигаются. Мышцы слабые. А массаж, это как бы, да, пассивно воздействует на мышцы, то есть заставляет их работать. Поэтому даже когда мы вернулись в Америку, когда здесь Тимочку просматривали, они подчеркнули, что у него хорошие мышцы на ногах, на руках, то есть не все потеряно, они нам так сказали. Совет номер четыре. Это фитбол. Знаете, такие мячики для фитнеса, мягкие. Мы тоже не сразу пришли к этому мячику, может, где-то к его годику. Ему просто очень нравится быть на этом мячике. И так он полюбил быть на животе. То есть мы его клали на животик, и какое-то время, если плакал, то минутка, потом мы увеличивали время. И это тоже укрепляло его мышцы, ему это нравилось. Делали тоже по возможности. Потом, конечно, он вырос, он очень быстро вырос, а мячик маленький, стал как-то неудобно. Вчера я вспомнила об этом мячике, и мы пошли купили большой, 75 см диаметра. Я покажу, что я с ним делала сегодня. Вчера купили фитбол, раньше мы занимались на нем. Тимурке очень хорошие были успехи благодаря ему, потому что здесь очень хорошо работают мышцы всего тела, смотря, какие упражнения вы делаете. Плюс это еще добавляет ему настроение, радости. Например, еще я просто в конце, когда он на животике, делаю на положение жабки, и это просто вот такое выпружинистое движение. Его очень расслабляет, ему нравится. Да! Пусть держится. Растяжка хорошая. Если мы вот так вот спрячем ручки за спинку и наклоним его вперед, то ручки... Давай, давай, и правую. Давай, давай, давай! Ручки идут вперед, и при этом хорошо, как видите, он старается поднять спину, держать голову. Вот. Также это упражнение на животе очень хорошо для опоры на ножки. Сейчас я... Чтоб вам было видно. То есть, качаем его вперед, назад. Видите, происходит опора на ножки. Да! Кто на ножках? Кто на ножках стоит? Стоит на ножках! Нравится, да? Вперед теперь снова. Разрабатываем мышцы ножек. Видите, приподнимает спинку, голову держит. И обратно опора на ножки. Вперед. Назад. Выполнять это упражнение можно, сколько захочет ваш ребенок. И сколько у вас хватит сил. И будет время. Это очень хорошее упражнение. Альтернатива того, чтобы выкладывать ребенка на живот, то здесь больше тренируется рестивулярный аппарат, и лучше тренируется мышцы спины рефлексом. Любака. Раз. Вот так вот тренируем. Боковые мышцы тела. Наверное, самая любимая Тимурчика. Давай я тебе так вот подпишу, как у шуты волосиками. Самая любимая, наверное, у Тимурки. Давай. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Ух. Упах. Видите, при этом я делаю такие же движения, как в бассейне. Сжимаются, разжимаются мышцы ног. К телу. Вытягиваемся. К телу. Вытягиваемся. К телу. Вытягиваемся. А теперь за ручки берем ребенка. Те же движения. Вперед. И он должен дотронуться до пола ножками. При этом, видите, он может подтянуться. Я его обратно ложу. В Украине у нас была часть такого упражнения. Мы вот так вот катались, катались. А потом он становился на ножки и подтягивался ко мне. Вот так вставал, как видите, сейчас. То есть, это прекрасное занятие, которое будет веселить вашего ребенка. И вам, в принципе, тоже физическая нагрузка. И для развития ребенка. Совет номер пять. Не забывайте, что это обычный ребенок. И ему необходимо социальное воспитание. То есть, игры, сказки, стишки. Они все это запоминают. Музыка. То есть, у Тимурки есть определенный список сказок, песен. Каких-то считалочек, скороговорок, которые вызывают у него улыбку. И иногда даже, когда мы там фотографируемся, и я хочу, чтобы у него была улыбка на фотографии, я начинаю читать какое-то стихотворение Чайковского или Пушкина. И он начинает улыбаться, радоваться, хихикать. То есть, а есть некоторые стихотворения, которые вообще не вызывают. Он может их просто слушать. То есть, он проявляет, что ему нравится, что ему не нравится. Не бойтесь выводить его в общество. У меня, честно сказать, я не очень любила Тимурку выводить в общество, так как когда собиралось много людей, а так как он не видит, точнее, глаза его видят, а мозг не получает ту информацию, что видят глаза. То есть, есть какой-то дисконнект. Ему, он все воспринимает на слух. И когда приходит много людей, много разных голосов, запахов, он начинает нервничать, закрывает ушко и пытается себя успокоить. Сейчас же, вот со временем, время идет, и я смотрю, что он уже намного лучше на это реагирует. Он знает, что мы пришли в общество. Конечно, я смотря за времени суток. Если это сильно поздно, то он уже будет готовиться ко сну. Если это обед, или полдник, и он готов здравствовать, веселиться, то очень хорошо даже проходят такие мероприятия. Вот мы ходили и на Санта-вечеринку, где было более 50 человек. И Тимурка такой счастливый был на этой вечеринке. Периодически ходим в гости. Когда попали еще на праздник, на елку, и там детки изображали звуки животных, а им часто изображают эти звуки. Он настолько был счастливый, выпрыгивал у меня с рук. Просто, наверное, самое главное, это действительно, чтобы эти детки были счастливы. Теперь, почему мы уехали в Америку? Ну, где-то после трех лет у Тимурки ухудшило здоровье в плане судорог. Они стали проявляться чаще и намного сильнее. Из судорога он мог вырвать еду. И так получалось, что он похудел. У меня до 10 килограмм был очень худенький. И все, что мы занимались, процентов 70 уходило просто на глазах. Помню, в один день я пошла на кухню готовить ему кушать. Прихожу, а он в кроватке лежит, смотрит в одну точку. Зрачки увеличиваются, а лицо темнеет. То есть я понимаю, что он или не дышит, или что. То есть я как-то моментально беру, бью, начинаю бить его по щекам. В ванной холодной водой, святой водой. Всем подряд он очнулся, можно сказать, закричал. То есть вернулся ко мне. Я тогда сильно перепугалась и боялась вообще его оставить даже на минутку. Поэтому мы начали делать мне документы обратно. И приехали сюда. В первую очередь, чтобы улучшить его здоровье. Чтобы убрать эти судороги. От судорога нам назначили сначала кепру 100 миллиграмм на миллилитр. Жидкая такая, как прозрачная водичка. Я даю ему дважды в день перед едой, потому что если дать после еды, он вырывает. То есть утром проснулся и перед последним кормлением я тоже даю. 4 по 4 миллилитра сейчас даем. И второе лекарство. Японское, вообще, оно тихоокеанское. Тоже не влияет ни на печень, ни на почки. Называется Окскарбазепин. 300 миллиграмм на 5 миллилитров. Тоже такой, как сиропчик. Сейчас тоже даем его 4 миллилитра. Дважды в день. Но уже после еды. То есть после первого кормления и вечером, когда он уже последний раз поест. Кепра, она действует просто как о том, что если происходит такой стык нейронов, и они выходят обычно с судорогой. То есть невролог сказал, что это хорошо, что у человека есть судороги. Значит, импульс выходит через тело. Нет кровоизлияния в мозг. То есть происходит этот импульс, и этот импульс выходит, но очень быстро и очень легко. То есть его откинет и как бы расслабляет. Но так как у него два типа судорог, иногда проявляется треть, полограмма показала, то ко второму типу судорог ему назначили вот это второе лекарство, которое тоже понижает импульс, понижает силу, с которой происходит судорога. Благодаря этому действительно они стали реже. Второе, сейчас здесь намного лучше идет социальное воспитание ребенка. Здесь конкретно люди занимаются, как обучить ребенка правильно кушать. Языком показывает, что хочет кушать, вот когда она так вот чмакает. И сейчас мама тебя будет кормить. Тяжело, конечно, и снимать, и кормить. Но в общем, я ему сейчас дала ложечку. И мне и чего научили. Так, Тимка, успокойся от этого слюнявчика. Для того, чтобы он проглотил, тут нужно как движение бабочки. То есть не дотрагиваясь, а вот возле верхней губы, так вот пальчиком поводить. И это производит рефлекс глотания. То есть, да, вот если рот даже открыт, то пытаемся глотнуть. Или вот здесь, она сказала. Там, где гортань, тоже вот так вот пощекотать очень-очень нежно. Вот видите, сразу же возникает рефлекс глотания. Вот так мы учимся кушать стульчики. Занимать кормление должно не больше полчаса. Она там сказала не убирать все с ротика. Так, видите, я оставляю ложку во рту, чтобы он ее почувствовал, прикусил. Понимал, что я его... Понимал, что я его кормлю. Да, теперь он глотнул. Уже бабочка нам не понадобилась. Давай, открывай ротик. Открывай. Давай. Давай. Мое солнышко. Опять ложечка во рту. Видите, сразу ее не забираю. И она сказала, что оставляйте рот такой грязный. В конце дали ему тряпочку. И вот вмакивали, говорили, что вот все, теперь вытираем ротик. Да, сыночек? Да-да-да. Нужно правильно кушать, учиться глотать правильно. Чтобы со временем... Вот она говорит, сейчас вы даете такую вот жидкую еду. Потом более твердую. То есть уже такая кашеобразная, меньше воды. Потом уже начинается жевание. Она дала нам слом еще для тренировки такой вот прорезиненный треугольничек. На данный момент, если я, Тимур, кидам в руку бублик, сухарик, он дотронется до рта, поймет, что это еда и выкидывает. Поэтому Аннет Лер дала нам такой вот прорезиненный треугольничек. Она заметила, что игрушки он в рот тянет сразу же. То есть он так их познает. Поэтому она сказала, что макайте вот эти вот наконечники треугольника в какой-нибудь сок. Желательно лучше лимон, чтобы он был кислый, какой-то сладкий. Понимал, что разные есть вкусы. И вот он тянет в рот, пробует, жует. Он понимает, что это не еда, потому что она же все-таки резиновая. И вот чисто как вкус, пробует вкус. Затем она сказала, что если ему будет нравится это играть, в ней есть такие прорезиненные, с запахом ванили. То есть больше вообще похожие на еду. Со временем есть шансы научиться кушать от того еду, которая находится у тебя в руке. Бери трубочку, бери трубочку, бери. Тимуся, бери трубочку. Ой, какая трубочка. Вот так такой звук издает трубочка, да? Бери, бери снова, молодец. Тяни, 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 тяни. Еще, 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 еще. Вот так. Ой, какой умничка. Ой, какая трубочка. Как у всех деток, развитие Тимурки тоже идет через игрушки. Раньше они ему вообще не были интересны. Мы просто старались, вложили ему в ручку. Он мог подержать немножко и отпускал. Но со временем ему стали интересны ребристые, колючие. Какие издают звук. Бери мячик, колючий мячик. Вот. И вот он, получается, их бросает сейчас. Да, он бросает их. Кидай, кидай мячик. А где мячик? Куда Тимур спрятал? Ай, куда ты спрятал мячик? Ты же голодный. Ты голодный? Нету мячика. За головой. Вот, смотрите, взял со стола сам трубочку уже. Играется. И тоже за голову мы все спрячем, да? И вот пытается, чтобы дотянуться до игрушки, подниматься с этого стульчика, наклоняется вперед. То есть стимулирует его как раз от игры. Да? Но эту трубочку нам как раз подарили на занятиях, в которые он ходит. Одни занятия. Вот, держит, держит, не отпустит. Говорит, дай маме трубочку. Нет? Моя трубочка, да? Моя! Красотона моя! Потом мы как-то ходили по магазину игрушек. И вот думали, да, это сейчас ксилофон мама будет тебе давать. Думали, что бы ему еще такое взять. Он у нас, так как не видит, точнее, скажем, что в периодами он может видеть. Но очень хорошо у него развит слух. Поэтому мы решили купить что-то музыкальное. И вот взяли вот такую вот игрушку. Доры! Вот каждая игрушка, она совсем другая по ощупи. И он, получается, как будто все время пытается посмотреть в сторону. Вот трогает, слышит, что издаются другие звуки. Да? Выбрать кубик. Как ты любишь разбрасывать, когда мама оставит тебя с игрушкой, а потом приходит и все игрушки на полу. Так как на Аляске все занимает очень долго. Все эти процессы со школы. То есть у него должна вот уже давным-давно была начаться школа, где он был с детками, то есть, да, проводил тоже время с такими же, как он. Но тут все это долго, поэтому мы пока сидим еще дома. Проводим время мы сейчас уже начали ходить на улицу, потому что потеплело, прекрасная солнечная погода. Периодически ходим в бассейн, когда Мурат выходной, потому что одной с ним в бассейн ходить уже тяжело. Нам было, кстати, очень тяжело найти ему жилет для плавания, потому что он или с них выпрыгивал, или они были ему неудобные, или как-то голова, он ее держит-держит, но иногда он ее откидывает. А этот очень хорошо держит ему голову ровно и держится на воде, поэтому мы можем просто его доложить на воду и, например, тренировать ножки, ручки. То есть вообще его крутить по воде, он замирает в этом жилете. Только вообще как бы, но ему очень нравится. Упражнение в бассейне. Только зубы, так. Сегодня очень много лету. Периодически ходит в бассейне. Упражнение ножками. Упражнение ножками. Тимурка — это наш маленький ангелочек, который мы очень любим, поэтому мы стараемся сделать его счастливым, стараемся с ним играть, проводить время, читать сказки, чтобы он жил, в принципе, полноценной жизнью, как любой другой ребенок. Я уже так много здесь наговорила, но я старалась и так все сжать в таких рамках. Хотелось бы с вами поделиться еще и еще и еще. Но если у вас возникли вопросы во время просмотра этого видео, и вам бы хотелось, чтобы я обратила на что-то внимание более углубленно, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, я все учту и поделюсь с вами нашим опытом, нашими знаниями, которые мы добыли за вот эти 4 года. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, всего-всего самого лучшего. Пока!